Я уйду, но ты меня не будешь искать Выглядишь пизду, да кто придумал дизайн Отдыхай, да синие, что нам не спать Не нужно больше времени, хоть я и не знаю Давайте посмотрим Это вот это, да, вот это шоу вот это странное, мега, где они дерутся на перчатках Да, 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 с Габаром вот этим Да ты шо, блядь Всем привет, это шоу 9 панчи и я его ведущая Екатерина Голышева А, все, она ведущая уже Да, это мое новое шоу И сегодня блогеры будут получать по лицу Я буду задавать им спортивные вопросы И кто окажется тупей, получит по щаму Осуждает слово Сурово? Как я люблю Я знаю, кто, ребят, все, я знаю, кто проиграл В принципе, дальше можно не смотреть Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха, ну ладно, ладно Всях, Даня Милохин И Янга Ну что, ребят, как настой, готовы? Честно, я думал, это баблгам Он не знал, куда идет А это, и мне даже не заплатили Они просто говорят, придешь, я говорю, да Как ты вообще готов пить? Хуйно Честно, я уверен, что я проиграю Я почему-то уверен, потому что Я почему-то тоже, кстати, да, реально почему-то не могу понять, почему А как будто бы даже отвечать В целом не твое, не мое в целом Будете в виде жалости или вот прям вот Нет, будем, давай договоримся, бьем, реально больно, чтобы было страшно проиграть Вот так Чувствовать, ребят, видите, что-то вообще у нее что-то Вы покажете очень плохо Свои удары Ну, как-то странно выглядит, просто хотел сказать Пойдете показать Типа, не высыпается или что-то такого Я же буду сама вас бить Поэтому лучше, да Дань, ты что, высыпайся Ну, я тоже такой же примерно сейчас, так что, давай Начинаем Я думаю, вы знаете, вопросы будут касаемы спорта, как я уже и сказала Но перед этим я хочу показать предмет, который вы будете бить Получить от единорога тебе будет Бля, ты знаешь Это вообще, как выжить после этой хуйни, это же пиздец Ставьте к тому, что мы идем с малого Да, я знаю, блин, ну верно Начинаем? Да, го Первый вопрос Ну, знаете, он легкий Давай Обязательный атрибут на голове у пловца Шапочка плавательная Ты что, плавал? Волосы Подождите, подождите Она называется не плавательная шапочка На нахуй Мне пока нравится контент мясо, конечно Сейчас, ребят, я донаты пока отключил, я попозже включу, хорошо? А как она называется? Ты не знаешь, как называется шапочка, в которой плавают? Шапочка для плавания Резиновая шапочка Резиновая шапочка, бей! О-о-о-о! Кто дан в хор at the end? У нас было три удара Нас развели А вообще больно не больно Один вопрос На самом деле, кажется Сережка, сережка просто И сюда и сережка бьется И в целом он такой Вей по-паровой Ну знаете, что я всё Проблема совминных людей Сережка Можно если чем-то? Бейте, пожалуйста, еще сильнее Да Давайте перейдем ко второму вопросу Вот так, подожди Так, нормально? Давай, давай, давай Ей лишь бы подраться, блять Катюхи, лишь бы, нахуй, провокация, блять Слабак Слабак, нормально Тут главное еще пальцем не попасть Нет, вы вообще, расскажите, больно, не больно, как ощущения? Ну, прикольно, на самом деле, даже игрушкой, на самом деле, чувствуется удар Да, очень хорошо Дальше будет денежками Это же не полиэтилен, ну да Это был такой разогрев Дальше будет жестче, так что давайте, ребята, играть по правилам, нормально И, если что, отвечай нормально А, подожди, ебать, она на всех газует Отвечу я нормально, давайте нормально играть, блять Ты ответил? Ты ответил, и ты должен подождать Подожди, она скажет правильно, неправильно Окей, а не сразу бить Второй вопрос, довольно легкий Подумайте, разогрейте свои мышцы на лице, мышцы на руках Сколько олимпийских колец? Ответ, ответ Семь или пять? Неправильно Пять Пять Калкума Давай размахнись Дай я просто примерю, чтобы тебе Мне почему-то показал Газила быстрее, замахнись Нормально Ну ты что, подожди, не попал Не попал Я не мил нос, чуваки Чувак Давай, нормально, давай Ну ладно, ребят, мы сейчас вообще избиение идет Это типично, ребят, вот так выглядит, когда эльф-торговец Когда Даня приходит, Милохин к эльфу-торговцу и говорит Слушай, у тебя же, на тебе мое ИПС зарегистрировано, да? А у меня даже пароль от нее нет Можешь мне, пожалуйста, дать денег? Он такой Вот так Чуваки, это на самом деле вот эта кипятная деревяшка Это, ну, как бы бумага с дерева Тебе бить по одному разу, а то что вы, как бы ненормальные какие-то Он же по концу разозлится, просто пи***ться начнет Шесть колец, шесть колец Ладно Одно не раскрылось Таким убить можно, я видел Так, ребят, если вы не знали, то наше шоу не только развлечения Ну и хуй так кончено, вообще из пальца высосанное просто И так далее, мы еще тут и делимся умными фактами А, я, ну, почти угадал Каждое кольцо соотносит с одним из континентов Да Черный континент, Африка Желтый, Азия Зеленый, Австралия Красный, Америка и голубой, Евро Осуждаю, вообще, осуждаю Максимально, ребят, осуждаю, вообще Я максимально вот эту хуйню Кошмар, я осуждаю Ну хоть что-то ты узнал, видимо, сегодня ты выйдешь чуть-чуть поумнее, чем из школы Вы готовы? Вы готовы? Да Осуждаю Советский олимпийский чемпион, спортсмен, универсал носил такую же забавную фамилию, как один из дремтима Назовите его фамилию Кто это? Спортсмен, универсал sneer Давай Нажимайте Да ладно grade Babich Да ладно? А я хотел сказать, Бабич Вау, 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 Бабич я тебя люблю А покажи правильный такой Давай, бей Г�� Замыкнуть Г тебя Пиздец я бы хотел dream team ребят ребят смотрите вот и удивился то что ты отгадал бабича очень тебе расскажу факт давай факт это бой евгений бабич профессионально занимался футболом хоккеем и хоккеем с мячом середине 20 века в ссср была нормальная практика когда спортсмены совмещали сезонные виды спорта например хоккей и футбол теперь ты знаешь то что есть еще евгений бабича не только артур круто я вот эти про совместимости спорта я тоже самое говорил своим друзьям там и говорят так нельзя никто не совмещает не хоккей и хоккей и футбол нужно заниматься чем-то одним потому что если будет рассказал сср да влияет свое внимание то нет нигде ты не получишь блять не успел доебаться сука извините хватку теряю ребят не успел доебаться мне очень интересно факт видно прям познавательно что да это вообще реально интересно вот то что еще сказал это прям здорово выйдем на лед с тобой либо выйдем на футбольчик с тобой на полечка теперь вы знаете можно быть на бои тебя как и буду тебя бить хотя ты пойдешь на бой с пацанками а не знаешь я могу сказать что финансовое предложение мне не поступало поэтому ничего говорить не могу конечно сразу с этой девочка которая ничего не мог с кика блять ничего она плана только не бей миллионов блять пусть отдыхает наверное скорее всего не было когда она на меня так что пацанки девочки из пацанок я видел девочки из пацанок мы вас не отвлекаем блять да она говорила типа я ненавижу катю голышу катю голышу катю голышу там какая-то такая я думаю вам пора мы посмотрели на это ребята выпиши отца цель а вид кати ведущий этого шоу только я говорю что финансово хорошего я заплачу а теперь мы переходим к следующему вопрос а пока это уже хорошо это видите мы бьем тапочком готовы получить а вы вообще получали может быть тапком тапками для вопросы потрясающе пока что пока что у тебя было в детском доме меня хоть или тапком ладно тогда я хочу чтобы проиграл лёша и чтобы ты ударил лёшу тапочком так как тебя уже били блин она типа добра эта база пешка конь слон давай отвечать шахматы а можно пожалуйста не нажимать ведь это неправильно а что я продолжу это будет больно давай что ну типа это вы понимаете мы играем это будет янгер короче вот это справа я олдер ребят замахнись нормально ну ладно давайте я проверяю блять скучно пиздец давайте чё-нибудь меня боятся тура так я все-таки слушаем да давай пешка конь слон тура ферма ладья какой фигуры нет шахматах ферма как ферма 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 а почему думаю что нет то что я не слышал я играл в шахматы я люблю меня брат может ходить по диагонали какая-то такая уметь играть шахматы показания реально высокого интеллекта ребят вот вам серьезно говорю вот эти люди бля меня всегда бесило вот два типа людей которые очень много читают вы их ну хорошо блять хорошо играет шахматы и читают книги вот много мне они прям вообще бля типа как будто бы это показатели прям ну огромного ума бля в ты умеешь играть в шахматы бля ну я не знаю просто у кого айкью меньше там 140 тут вообще реально не догадается как шахматы играть или ты ты получаешь информацию через книги бля да ты чё да ну и особенно всех остальных сидят а ты книги но иди книжки почитай бля пиздец давай реально реально все мы поспорили мы на бабалган книги пиздата читать но когда ты другим предъявляешь а вы чё книги на пони ну тебе просто книжки надо почитать книжки это способ получить но моё мнение естественно по способ получения информации если вам нужна какая-то информация вы можете ее на гуглить в интернете типа это просто раньше когда у людей не было доступа к информации не был не было еще библиотек и так далее книжки считалось чем то прям дорогим потому что это знание типа тоже негде было больше это получать соответственно те кто читали книги у них было в руках вообще да в власть так скажем типа него знание сейчас это блять ну сейчас нахуй блять в интернет есть там все и в книгах очень много мусора и в интернете очень много мусора одинаково абсолютно нет только не это на самом деле да это правильный ответ и поэтому ты еще раз бьешь янгера умеешь шахматы играть а я думал ты совсем того ну понятно давай 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 я тоже да не люблю это вообще прям кровью хочется и такая слабо слабо да не такой а чё можете отдать давай давай придеремся а чё там пацанки да 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 деньги предложат я уничтожу приду я вообще лишь бы залить агрессивным просто крови сидит хочет ты называешь это лба ну я покажу да не научишься я плохо читаю реально я образованием своим не занимался это правда но я книги читал много достаточно ну я не скажу что прям прикольный типа 99 франков я ее два раза читал тоже первый раз не понял ну было было таки щечки и овы ли я что-то читал не почувствовал чужина это тесто бро он так нормально научился ладно ребят небольшой факт потом перейдем мы и будем рассматривать и жмакать трогать многие шахматные фигуры имеют двойные а то и тройные названия однако классический вариант произношение ладья конь слон ферзь король правда некоторые предпочитают называть ладью турой или башней а слона офицер страны буду знать лон офицер теперь вы знаете новый факт на самом деле да я в этом факте тоже не знала видишь я тоже учусь вместе с тобой лон это же там звезды типа как башню да кстати вот правильно говорят с тестом грех играться вообще нельзя такое и там тип может как звездочка поэтому сверху похоже переходим к следующему вопросу и давайте посмотрим что лежит перед нами это тесто мы будем готовить тесто нет он будет тебя бить по лесу на формуле 1 испанский гонщик фернандо алонс году еще раз на формуле 1 не горят ребят грангер отвечают я знаю подождите еще раз задам тебя бьет да давай внимательно послушай вопрос думаешь там прям ответ это не послушай представлял на формуле 1 испанский гонщик фернандо алонсо окей давайте допустим испания я тоже думала это с подъемка вы знаете что он эмигрировал там допустим в другую страну ее предоставили представлял ну ладно ну чё давай грангер так приготовим его а как мы берем просто вот это 1 и 5 поставлю реально немножко уже это самое они мне тоже сами под заебали 125 думаю что вот это штуки да лучше потому что ты не достанешь ее у меня ладошки потеют да убери ты пакет ты чё ничего страшного давай готовы чувак ну не такой замах давайте подержим ребят давай давай нормально 1 2 3 извини ладно буду знать очень интересно можно еще вопросы хотя бы интересный факт фернандо алонсо сел за руль карта угадать его сколько серьезно бля это очень интересный факт так что происходит и шастун тимати чё ты блин ну он будет момент она вот этот момент она вот этот возможно в вопросе уже есть ответ да хорошо возможно возможно но это не точно не обещает вопрос про бокс все замечательно я выиграл становилась и россия чемпионом мира по пляжному футболу буй лола спасибо большое за три подарочные подписки спасибо ничего ты чё я живу еще ладно я просто я не промахнусь подожди дай трикторию смотри вот бронзовыми сборная россии по пляжному футболу является трехкратными чемпионами мира и двухкратными бронзовыми очень интересно второсортная хуйня это же дай леща вода и леща свое время было мега круто вообще я прям смотрю мне очень нравилось на сейчас это вот это второсортная хуйня из каких-то вопросов блять тем же самым ли лещами короче это самый против она воняет я воняю когда-то жила чуваки вы понимаете семья сейчас еще объем срывная семья ребят чё ребят какая вам больше какая вам больше семья нравится из рыб рыбной смотри это что-то интересно подожди не трогай сначала вопрос нормально понять ну как вообще ощущение я очень рад попробовать но можно было и посильнее да блин у кого-то сказал тебя рот воняешь леча терапия лечебных и знаешь я думаю я тоже когда-нибудь попробуем майк тайсон согласился сыграть в фильме не по предложению агентства продюсер картины тот филипс и актер джастин барта уговорили его прямо в клубе за выпиской это очень круто на пути гимн фифа ну короче блять вообще скукота пизе духотище страшное просто немного фактов интересных 1950 году индия сняла чемпионата мира по футболу под предлогом что в бразилию дорого лететь на самом деле фифа запретила играть босиком чего индусы стерпеть не могли в пизду я не могу больше до хуйню смотри невозможно блинешь